Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствую любовью Иисуса Христа! Мы постоянно, когда начинаем... Проповедники выходят, говорят, мы приветствуем любовью Иисуса Христа. Всегда хочется понять, что это значит, приветствовать любовью Иисуса Христа. Это значит, у меня должно быть такое отношение, как у отношения Иисуса Христа к людям. Представить себе проповеднику, что когда он будет говорить Слово Божие людям, то есть, чтобы он говорил так, как бы это говорил Иисус Христос, чтобы это было понятно, чтобы это было доходчиво, чтобы это было авторитетно, и чтобы... Ну, самое главное, что самое главное от проповеди, братья и сестры? Что самое главное от проповеди? Результат, правильно. Все самое главное не высказаться, главное, чтобы было понято. Правильно? Главное, чтобы люди поняли. Вот сегодня я хотел вместе с вами порассуждать над очень, одной из самых интересных мест Священного Писания. Почему интересное? Потому что это место, на мой взгляд, ну, как нельзя лучше отвечает на вопрос, как прожить жизнь и не потратить ее напрасно. Почему? Свою проповедь я специально назвал, я ее больше обращаю к молодым людям, к нашей молодежи, но я думаю, что эти слова, они будут что-то значить и для вас, братья и сестры, которые уже много знаете, которые имеют прекрасный опыт жизни, следования за Иисусом Христом и жизни служения. Так вот, как прожить жизнь свою так, чтобы ее не потратить напрасно, чтобы ее не израсходовать на пустоту, чтобы ее не, знаете, как сказать, не просто прожить непонятно для чего, но чтобы эта жизнь, она была со смыслом, чтобы эта жизнь была целенаправлена, чтобы она была целеустремленна, и чтобы от нее был какой-то толк, понимаете, да, чтобы жизнь, она принесла какой-то очень хороший плод. И текст Писания, который я хочу прочитать, это записано в послании Ефесянам. Послание Ефесянам апостола Павла, 5 глава с 15 стиха и ниже. Послание Ефесянам апостола Павла, 5 глава с 15 стиха и ниже. Здесь написано так. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, когда мои дети были маленькие, я у Тимыча, где он есть? Он там, да? У Тимыча спрашивал, он вообще мелкий такой был еще. Я говорю, Тимыч, представь себе, если бы ты был президентом Америки, представьте себе, ты президент Америки, ты сидишь в Белом доме, в овальном кабинете, что бы ты сделал? Говорю, что бы ты делал? Ну, как бы в чем, что бы ты такое интересное бы сделал? Что бы запомнилось на всю жизнь? Он так чешет затылок, говорит, ты знаешь, папа, я бы, наверное, накупил бы всем пиццы. Я бы накупил всем пиццы. Говорит, я говорю, о, пицца, а почему? Он говорит, ну, потому что я ее люблю. Почему я обращаю внимание? Я говорю, обратил внимание на эти слова. Представьте себе, братья и сестры, что если бы у нас была возможность встретиться с Иисусом Христом, реально. Вот мы с вами сейчас попадаем в первый век нашей эры, попадаем примерно в местность под названием Галилея, на берегу Галилейского моря. Мы попадаем туда с нашего 21 века. Мы попадаем в эту местность. Мы идем, конечно, у нас связи нет, наши телефоны не работают, скорее всего, правильно? Да, мы идем, для нас все интересно, все странно, на нас люди все смотрят тоже, как на каких-то странных. Что это за люди, во что они одеты, что они здесь делают. И вы представляете, мы приходим в это место, мы видим там толпу народа, разных людей. И мы видим, скорее всего, мы увидим одного человека, который что-то громко и авторитетно рассказывает другим людям. И самое интересное, что всем остальным очень интересно, что же он, что он говорит. Им очень нравится это. Они слушают его слова, они окружили, они оставили свою работу, оставили свои все заботы, свои проблемы. Они подошли для того, чтобы послушать. И видно, что его разговор, он захватил их внимание. Им очень нравится его слушать. Они понимают, что в этих словах они находят ответы на многие вопросы своей жизни, на многие важные вопросы. Если мы подойдем немножко поближе, мы увидим, скорее всего, женщину, которая стоит рядом и которая плачет. Скорее всего, ее жизнь не такая, совсем не так хорошо сложилась. Но эта женщина плачет от счастья. И Иисус показывает на нее, говорит что-то очень хорошее в ее адрес. Эта женщина, она болела. Она долгое время болела. Она потратила все свои деньги, все свои сбережения на врачей, которые так и не решили ее проблемы. Но она подумала в своем сердце, где-то там внутри, что как бы терять уже нечего. Терять уже нечего, надо что-то же делать. Она говорит, ну вот я подойду к этому, к проповеднику прикоснусь, прикоснусь, и я выздоровею. Она подошла, и она прикоснулась, и она выздоровела. Дальше мы видим, там же, в это же время, мы видим угрюмого человека, который одетый в богатую одежду. Видно, что он не простой рыбак, не простой такой человек, который, знаете, бедные люди. Но это из богатого сословия. Что он делает там? Что он делает на берегу моря, среди этих простых людей? Но он пришел к Иисусу, он тоже пришел туда. Он пришел к Иисусу, и он пришел со своей проблемой. У него немножко сложнее проблема. У него дочь умирает. Точнее, она уже умерла. А он еще не знает об этом. Ему еще не сказали. Телефонов не было, не позвонили, не сказали, что, знаешь, папочка, дочери твоей уже нету. Оставь. Возвращайся домой, нужно время на то, чтобы похоронить свою дочку. Он об этом не знает. Ему не сказали. Но он приходит к Иисусу с надеждой, что Иисус ему поможет. Потому что ему больше некуда идти. Некому обращаться больше. И вы знаете, Иисус, Иисус ответил на его молитву. Иисус пошел вместе с ним. И вот представьте, мы, люди из 21 века, находимся там же, где люди, которые окружают Иисуса, они пришли со своими проблемами, со своими нуждами, они пришли со своими вопросами к Иисусу, и нужно задать какой-то вопрос. Вот я бы хотел спросить у вас, какой вопрос вы бы задали Иисусу? Какой вопрос вы бы задали Иисусу? Какой вопрос вас беспокоит? На какой вопрос вы бы хотели получить ответ от Иисуса? Вот в том месте, в тех обстоятельствах. Вот вы бы пришли, вы знаете, и вы бы спросили, есть ли у вас в жизни какой-то тот внутренний, сокровенный, важный вопрос, на который вы не можете получить внятного ответа, ни от кого, вы не понимаете его. И вы знаете, что вам нужно обратиться к специалисту, который знает ответ на этот вопрос. Есть ли у вас в жизни те вопросы, или тот вопрос, может быть, один-единственный, на который бы вы хотели, который бы вы хотели задать Иисусу? Какой вопрос зададите ему вы? Вы знаете, за довольно короткую жизнь Иисуса Христа, ему задавали очень много разных вопросов. У него спрашивали, где нужно поклоняться Богу. Помните, да, женщина спрашивала, где же нужно поклоняться Богу в Самаре или в Иерусалиме? У него спрашивали, как родиться свыше. У него спрашивали, сколько раз прощать ближнему своему. У него спрашивали, платить или не платить налоги. Очень важные вопросы такие, насущные. У него спрашивали, кто является настоящим моим ближним. Кто мой ближний по-настоящему? Кто же этот человек? Единственный, кого нужно назвать ближним и которого, оказывается, нужно любить. Кто этот человек? У него ему задавали эти вопросы, кто же есть мой ближний. У него спрашивали, когда наступит конец света. Интересно, за 666 у Иисуса не спрашивали. У Иисуса спрашивали, когда Бог восстановит царство Израиля. У Иисуса спрашивали, он Божий сын или нет. У Иисуса даже спрашивали, что повелишь мне делать. Помните, да? Кто этот человек, который спросил, что повелишь мне делать? Господи. Помните, да? Павел, Савл. Савл, который ослеп. Какой бы, но самый чемпион среди всех вопросов, которые чаще всего люди задавали. Этот вопрос, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Господи, что нужно мне сделать такого, чтобы я был точно уверен, что у меня будет жизнь вечная? Что мне нужно для этого? Какие нужно? Может быть, подвиг какой-то совершить? Может быть, что-то такое, ну, особенное сделать? Ну, что я должен сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Другими словами, как мне прожить жизнь, чтобы получить, заслужить, может быть, или удостоиться вечной жизни? Как мне прожить вот эту жизнь так, чтобы я точно знал, 100% знал, убежден был на 100%, что я буду иметь вечную жизнь? Как мне прожить свои вот эти годы? Их может быть немного, может быть много, я не знаю. Вы знаете, не все, это очень важный вопрос, это очень важный вопрос, и не все люди задают его, люди боятся его задавать. Многие не понимают важности этого вопроса, многие отодвигают его на потом, и даже мысли об этом вопросе отодвигают, якобы переживая, что не время еще думать об этом. Не время еще переживать об этом. Что ты думаешь о смерти? Почему об этом нужно говорить? Давайте мы не будем об этом разговаривать. Но знаете, чтобы мы не говорили, или как бы люди не говорили, у нас нет причин, и у нас нет права сегодня игнорировать этот вопрос. У нас нет ни причин, ни права, чтобы игнорировать этот вопрос. Как прожить жизнь свою так, чтобы ее не потратить напрасно? Вот эту жизнь земную не потратить напрасно, и точно знать, что в вечности я буду иметь жизнь вечную. Точно знать об этом. Вы знаете, может быть, Иисус ответил бы как-то по-особенному, но апостол Павел своим оппонентам отвечает на этот вопрос очень просто. Очень просто. Он ответил в этом тексте, который мы прочитали вначале. Это верующие люди, им тоже интересно, им тоже важно понимать, как свою жизнь прожить так, чтобы быть уверенным в будущем. Как свою жизнь прожить так, чтобы оставить после себя, и чтобы жизнь была максимально эффективной. Чтобы она имела максимальное благословение. Как ее прожить так? Научитесь поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Она говорит, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Что он имеет в виду, когда он говорит, поступайте осторожно. Не как неразумные, а как мудрые. Дальше он говорит, дорожа временем, потому что дни лукавы. Что он имеет в виду? Поступать осторожно. Он имеет в виду только одно, братья и сестры. Не don't waste your life. Не трать свою жизнь на пустяки. Не трать свою жизнь напрасно. Не трать свою жизнь на вещи, которые не имеют никакого смысла для твоей жизни абсолютно. Которые, может быть, будут разрушать тебя. Может быть, будут дробить тебя. Может быть, просто втопчут тебя в землю. Не думай, не живи этими вещами. Думай о высоком. Научитесь правильно относиться к своей жизни. Вы знаете, когда мы говорим научиться правильно относиться к своей жизни, мы имеем всегда только одно. Научитесь правильно относиться к временем. Потому что жизнь равно время. Жизнь равно время. Правильное отношение к жизни – это правильное отношение ко времени. Вы знаете, средняя продолжительность жизни в мире колеблется. Я специально вчера исследовал, посмотрел на это. Самая минимальная продолжительность жизни всего 53 года. Поднимите руку, кому больше, чем 53 года. Да, вот много рук, да. Если бы вы жили в Центральной Африканской Республике, вас бы уже не было, скорее всего. Средняя продолжительность жизни в мире коррелибится от 53 лет в Центральной Африканской Республике до максимальный уровень жизни 85 лет в Гонконге, где самая высокая продолжительность жизни. Но это, братья и сестры, эти годы или вот эти цифры, они не включают в себя факторы несчастных случаев, стихийных бедствий, эпидемий, войн, которые автоматически в разы опускают уровень жизни или продолжительность жизни. В разы опускают. Если примерно в какой-то стране среднестатистический уровень или как продолжительность жизни, если в Гонконге является примерно 85 лет, то если на эту страну нахлынет какое-то стихийное бедствие, вы понимаете, что этот уровень моментально упадет очень низко. Если на ту же Центральную Африканскую страну, где 53 года люди дольше всего живут, да, нахлынет еще какое-то стихийное бедствие, то эти 53 года автоматически могут стать 30 годами, а может быть еще меньше. Вот поэтому мы живем, братья и сестры, мы живем в очень интересное время, в очень интересном мире. В мире, в котором жизнь очень человека очень коротка на самом деле. А представьте себе, эти годы, да, даже если мы живем в Соединенных Штатах Америки, где уровень продолжительной жизни является 78 лет, то есть 78 лет. Представьте себе, если мы живем здесь, где у нас 78 лет, как бы это максимум считается, то сколько это по сравнению с вечностью? Сколько это по сравнению с вечностью? Мы понимаем, что это ничего. Мы понимаем, что жизнь, и мы являемся свидетелями того, что люди, которые окружают нас, мы этих людей теряем. Много родных, много близких, много тех, кого мы, может быть, хорошо знали, мы их просто потеряли. Вы знаете, какой самый, самый чаще цитируемый вопрос нашего времени? Знаете, какой самый, часто цитирующий вопрос сегодняшнего дня? Как же так? Как же так? Ведь он совсем молодой, или она совсем молодая, и он нет уже. Как же так? Вопрос, который вызывает наше удивление, как бы так не должно быть, но это случилось. It's happened. Как же так? Апостол Павел не зря называет дни жизни лукавыми. А знаете, в чем лукавство? Он говорит, дорожа временем, ибо дни лукавые. Знаете, почему дни лукавые? Ну, не потому, что они от сатаны, вы знаете, да, что, как бы, сатана лукавый. А почему дни лукавые? Потому что, потому что они дают ложную надежду. У тебя еще все впереди. Ты еще не жил. Тебе нужно много от жизни попробовать. Ты достоин лучшего. У тебя еще все получится. Ты еще молод. У тебя еще все будет окей. Вот это лукавство. Вот это лукавство, когда тебе система, или дни, или мир, или ты сам себе, ты говоришь, что it's ok, я еще не жил, я еще молод. Я думаю, что я еще молод, а некоторые живут уже в кредит. Я думаю, что я еще молод. Вы знаете, don't waste your life. Не слушай вот это, то, что говорят эти дни. Они лукавые. Они обманывают. Они говорят, что все еще будет классно, все еще будет впереди окей, братья и сестры. Для кого-то вперед уже закончится завтра. Больше не будет ничего. Вот почему Писание говорит, что думай сегодня, думай сейчас. Не трать свою жизнь на чепуху их и меры несуществующих мечтаний. Годы проходят очень быстро. Мы похожи иногда на умирающего из зеки и торгующегося с Богом о нескольких экстрагодах. Как прожить свою жизнь со смыслом? Небеспечно, небессмысленно, но с великим смыслом, который имеет последствия в будущем. Не трать свою жизнь напрасно, но... И дальше апостол говорит такие слова. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божьей. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божьей. Чем занят свою жизнь? Задайте этот вопрос себе. Познавайте, что есть воля Божьей. А что есть воля Божья для меня? Вы когда-нибудь спрашивали для этого? Когда-нибудь этот вопрос в жизни, Эвер, вас интересовал? Что есть воля Божья для меня? Вы знаете, этот вопрос является одним из самых центральных, самых главных вопросов, фундаментальных вопросов в моей жизни. Что есть воля Божья для меня? Если мы посмотрим на все вопросы получения образования, женитьбы, работы, благосостояния, здоровья, сбросить вес, одеть красивую одежду, купить какие-то джулеры себе или что-то, то эти вопросы – чепуха, самая настоящая чепуха по сравнению, что есть воля Божья для меня? На сегодняшний день, что есть воля Божья для меня? Не будьте, говорит, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья для меня. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вы живете в Чикаго? В чем воля Божья, что мы живем здесь? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Или it just happened? Это кто-то скажет, ну как это? Ну, великая американская мечта, да, у нас есть великая американская мечта. Мы живем здесь, Бог поселил нас, чтобы великая американская мечта воплотилась в жизнь наконец-то. Мы стали воплощателями в жизнь великой американской мечты. И тогда я задаю вопрос, как великая американская мечта может повлиять на ваше будущее, на вечность, которая ждет впереди. Какой эффект она произведет туда? Я понимаю, что есть великая американская мечта, может позволить вам купить золотой гроб. И все, и цит, и максимум. Но как эта мечта может повлиять на будущее, на вечность, которая гораздо больше, чем 78 лет нашей земной жизни в Америке? Вы знаете, у человека, если мы посмотрим жизнь человека по имени Авраам, вера Авраама, вы знаете, какие годы определили благословение будущего или оказали влияние на его будущее? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Сколько лет прожил Авраам? Да, вот какие годы показали, как определили его будущее или благословение? Да, вот это. Вот те годы, начиная с того, когда он, когда Бог сказал ему, иди, я посылаю тебя туда, в ту страну, в которой ты еще ни разу не был. С того момента, когда он вошел в Божью волю относительно его, эти годы начали иметь какой-то смысл. Все остальное не имело смысла никакого. Такой же язычник, который до пенька Богу молился, как и все остальные. Такой же. Но когда он встретился с настоящим Богом, это определило его будущее. Это определило его жизнь. Послушание Богу равнялось разумно прожитой жизни и благословением для всех его потомков. Наш ответ на Божье предложение определит славу нашего будущего. Послушайте внимательно еще раз эти слова. Наш ответ, внутренний ответ, наше согласие на Божье предложение определит славу нашего будущего. Мы можем пройти мимо Божьего предложения. Мы можем Божье предложение закрыть на него глаза, как будто бы это не для нас. Мы можем, смотря на Божье предложение, думать о чем-то своем. Но наше будущее определит наш ответ. Бог сам будет определять наше будущее и наше благословение. Если бы вы спросили у Иисуса Христа, как бы правильно прожить, знаете, что бы он ответил нам? Он бы ответил очень просто. В законе написано, как читаешь. Ну, как прожить жизнь твою со смыслом? Он говорит, как читаешь, как написано в законе? Ну, люби Господа Бога и люби ближнего твоего, как самого себя, да? Он говорит, иди, поступай и будешь жить. Все. Иди, поступай и будешь жить. Люди, люби Господа и люби своих ближних. Дальше Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидай себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспивая в сердцах ваших Господу. Я всегда думал, почему он пишет, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Почему нужно об этом писать, но исполняйтесь духом? Какое отношение это имеет к вечности? Какое отношение это имеет вообще к жизни или к ценностям жизни? Вы знаете, очень простое. Оказывается, очень простое. Наша проблема, знаете, в чем наша проблема? Если мы узнаем, если мы начнем понимать волю Божью о себе, если мы начнем понимать волю Божью о себе, знаете, что с нами случится? Мы все впадем в депрессию. Нам станет страшно. Нам станет страшно. Потому что воля Божья, она очень простая. Он говорит, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Все очень просто. Отвергни себя. А представьте, когда мы всю жизнь живем для себя, когда мы всю жизнь копим в себя, когда мы всю жизнь питаем о себя, заботимся о себе, мы живем только ради себя, любимого, и здесь слышим эти слова. «Отвергни себя». Это депрессия. Это депрессия. Как расстаться со своим любимым? Как расстаться со своим любимым? Это не сказки, братья и сестры. Если мы прочитаем Писание, мы видим пророков. Она была у пророков, эта депрессия. Когда Бог говорит, сделай то, и пророки впадали в депрессию. Эта депрессия была у Моисея. Когда он не хотел идти туда, Бог сказал, ты пойдешь туда. Но я буду с тобой. Эта депрессия была у Моисея. Эта депрессия была у юноши, который отошел с печалью, который подошел к Иисусу с этим же самым вопросом. Господи, что мне делать, чтобы иметь жизнь? Он говорит, возьми имение, раздай нищим, приходи, следуй за мной. Представляете, для этого человека это кошмар, это катастрофа. Что люди делают, когда впадают в депрессию? Как Высоцкий говорил, уколоться и забыться. Напиться, да? И все. И не думать больше об этом. Так люди решают свои вопросы. Но здесь Павел говорит другое. Он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь Духом. Don't waste your life. Не трать свою жизнь на самосожаление о себе. Не трать свою жизнь на то, что у тебя что-то не получится, якобы, или ты будешь в проигрыше вечном. Не трать свой лузером. Не трать свою жизнь на это. Не думай на это. Но. А что нужно но? Но исполняйтесь Духом. Но исполняйтесь Духом. Братья и сестры, вот почему нам нужно исполнение. Это, вы знаете, исполнение Духом, это не просто сходить в ресторан покушать, потому что я голоден. Нет. Исполняться Духом, это состояние жизни, в которой мы сталкиваемся с проблемами, которыми должны решать эффективно. То есть не тратить свою жизнь напрасно. Каждый раз, когда мы решаем вопросы своей жизни человеческими методами, мы тратим свою жизнь напрасно. Мы спорим с людьми. Может быть, мы с ними скандалим. Мы на них обижаемся. Может быть, какое-то разочарование приходит. Мы надуваемся. Мы не хотим разговаривать. Don't waste your life. Не занимайся этим, но исполняйся Духом. Исполнение Духом помогает нам, братья и сестры, не закрываться в себе, но жить для Бога перед людьми, которые тебя не понимают. Жить для Бога перед людьми, которые hate you, может быть. Жить для Бога перед людьми, с которыми, может быть, ты не хотел бы иметь дело, но Бог посылает тебя к этим людям в этом Его воля. Бог посылает тебя в этом Его воля. Не тратить свою жизнь напрасно, но исполняйтесь Духом. Здесь самый интересный вопрос. Как исполниваться Духом? Какую надо кнопку нажать, чтобы исполниться Духом? Что нужно для этого сделать, чтобы наша жизнь была... Вы понимаете, да, когда мы говорим исполниться Духом, что подразумеваем мы, что мы имеем в виду? Мы становимся убежденными. Мы становимся уверенными, что это правильно. Мы на правильном пути. Мы те, как те люди, которые один может стоять против тысячи и говорить, я прав, потому что правда со мной. Вот что значит исполняться Духом. Это не убегать, это не прятаться, это не ховаться где-то под кустом. Нет! Это стоять и говорить, что я прав, потому что Бог со мной, Бог на моей стороне. Исполняться Духом. Это утверждение характера, который не мой эгоизм его утверждает, но Божья благодать, которая нисходит в мое сердце и говорит, ты прав. Вот это исполняться Духом. Если мы спросим у людей, допустим, что это значит исполниться Духом? Как это происходит? Как происходит? Если вы спросите буддиста, то он ответит, что вам нужно почистить ваш мозг от мыслей. Знаете, такие опустите, опустошите себя. Сделайте себя просто пустым. Духовность в пустоте. Такое состояние нирваны, где нет ни зла, ни добра, ни чувств, ни эмоций. Такое, знаете, бесконечное дзен. Где нет ничего, где пустота. Где нет ни боли, ни страданий, ни радости, ничего. Опустошите себя вот в этом духовности. Так скажут буддисты. Если вы спросите у мусульманина, то для мусульманина заучивание наизусть сур из Корана с лицом обращенным на восток в сторону Мекки. И есть упражнение в духовности. Они это практикуют. Для них духовность это... Вот это и есть. Выучить суры наизусть и молиться постоянно в сторону Мекки. Если вы спросите у некоторых протестантов, для них духовность это нужно, ну, что-то, я не знаю, громко кричать, там какие-то слова непонятные высказывать. Говорит, что вот, вот, Дух должен говорить во мне. А что имел в виду Павел, когда говорил, как исполняться Духом? Апостол говорил немножко другие вещи. Он говорит, вы знаете, исполнение Духом связано с состоянием сердца, получавшего вдохновение от прославления Бога, назидание от псалмов и размышлений о великом Боге. Назидая себя, исполняйтесь Духом, как? Назидая себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Вот это духовность. Мой вопрос, когда наши мысли были заняты прославлением Бога, по-настоящему, по-настоящему, когда мы внутри поем какой-то псалом, возьмите любовь, ой, я грешник бедный, или что-нибудь другое, коль славен наш Господь в Сионе, но внутри пойте этот псалом и размышляйте во время этого пения о великом Боге. Размышляйте о Боге, который контролирует вашу жизнь. Бог, который стал вашим господином или вашим отцом. Бог, который заботился, чтобы ваша жизнь не слазь напрасно или не прошла напрасно. Don't waste your life, но назидайте друг друга с псалмами, песнопениями, словословиями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот это и есть исполнение Духом. Я вспоминаю историю, помните, когда Павла и Сила заточили в темницу, их посадили в колоду, в нижнюю туда темницу, в этот подвал, они сидят в этой грязи, в колоде. Что они там делают? Они исполнялись Духом. Вы знаете? Они пели псалмом простые псалмы. И в это время они исполнялись Духом. Для них это очень важно, потому что другой бы резал вены себе, другой бы напился бы, другой бы еще что-то сделал бы, с ума сошел. А они исполнялись Духом. Почему? Потому что в любой ситуации они должны знать, что они должны быть с Богом, нам нужно с Богом. Братья и сестры, жизнь наша коротка. Каждую минуту жизни будьте с Богом рядом, пойте о Нем, думайте о Нем, размышляйте о Нем, говорите о Нем. В одном из псалмов Давид пишет такие слова, «Буду произносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки, всякий день, слушайте внимательно, всякий день, буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе и величии Твоего и о дивных делах Твоим. Don't waste your life, но исполняйтесь Духом». Аминь. Давайте помолимся.